Добрый день! Это ежедневный обзор главных новостей из мира блокчейна и криптовалют за прошедшие сутки. Сегодня средневзвешенный курс биткоина впервые привесил отметку в 19 тысяч долларов. Таким образом, за последние сутки криптовалюта выросла в цене еще на 7%, а ее капитализация оценивалась в 316 миллиардов долларов. Если говорить о недельном графике, за этот отрезок времени биткоин вырос в цене более чем на 25%. Ажиотаж на рынке связан со скорым введением фьючерсных торгов на второй чикагской бирже CME Group. Напомним, что это событие может вызвать как дополнительный рост, так и коррекции цифрового золота, поэтому призываем к осторожности на рынке. Большинство американских криптоинвесторов уверено, что следующий год станет успешнее предыдущего и принесет еще более ощутимую прибыль на вложенный капитал. В ходе исследований специализирующийся на предоставлении студенческих займов стартап опросил 565 американцев. Как оказалось, 77% из них уверены, что в следующем году доходность вложений в биткоин превысит соответствующий показатель прошлого года. История показывает, что излишний оптимизм инвесторов позволяет ожидать с одной стороны роста рынка, а с другой стороны возможной сильной коррекции. Между тем, комиссии за биткоин-транзакции остаются самой большой проблемой в мире криптовалют. Плата за нее может вскоре достичь 10 долларов. Кажется, пока нет короткосрочного решения этой проблемы. Некоторые обновления сети пока в разработке, но для выхода на рынок могут потребоваться месяцы и даже годы. Данные указывают на то, что плата за транзакции биткоина удваиваются почти каждые три месяца. Далее у нас плохая новость для сети Ethereum. Генеральный директор мобильной системы обмена сообщениями KIK планирует перенести свою сеть KIN токенов из Ethereum в Stellar. Он заявил, что блокчейн Ethereum в настоящее время находится не на том уровне масштабирования, который им необходим. Запросы KIN превышают возможности эфира, также выразив сомнения в надежности сети, указывая на недавние перегрузки сети в результате популярного приложения CryptoKitties. Разработчики протокола MimbleWimble для решения проблемы масштабирования и приватности блокчейнов объявили о начале компании по сбору средств в форме пожертвований на развитие программного обеспечения Green, который лежит в основе одноименной сети. Команда проекта намерена запустить вторую тестовую сеть уже этой весной, внедрив технологию конфиденциальности, а также агрегированные подписи. В долгосрочной перспективе разработчики рассчитывают реализовать протокол в сети биткоина в виде сайдчейна. При этом они также создадут собственный блокчейн и криптовалюту, несмотря на отказ проведения ICO. Власти Европейского Союза в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма намерены ввести более строгие требования для криптовалютных бирж. Основным требованием законодателей станет запрет на осуществление операций на условиях анонимности. Также будут ограничены возможности по использованию предоплаченных карт. Новые правила должны быть официально одобрены всеми государствами-членами Европейского Союза, а затем приняты на национальном уровне в течение полутора лет. На протяжении последних нескольких дней в Южной Корее происходят интересные события. Правительство страны приступило к рассмотрению вопроса о полном запрете торговли криптовалютами в стране. На данный момент принято решение о регулировании. Первым делом криптобиржи введут запрет на инсайдерскую торговлю цифровыми токенами. Важно заметить, что в настоящий момент рынок криптовалют в сильной степени подвержен манипулированию, в связи с чем, такое решение может положительным образом отразиться на рынке цифровых токенов. Также планируется введение запрета на продвижение криптовалютного трейдинга. Во-вторых, биржевой ассоциацией Кореи было принято решение о хранении большей части криптовалютных активов пользователей на холодных кошельках. Такое решение позволит торговым платформам обеспечить дополнительную защиту от хакерских атак. И еще одна компания из реального сектора решила ворваться в мир криптовалют. Речь об известной компании-производителе элитных сигар Rich Cigars, которая теперь будет называться Intercontinental Technology, и заниматься агрессивным майнингом криптовалют. Как выяснилось, у компании теперь новый владелец, который ранее был уличен в ряде мошеннических схем и финансовых преступлений. В то время как цифровые деньги могут революционизировать финансовую сферу, некоторые видят в них всего лишь способ быстрого заработка. Именно поэтому любому криптоэнтузиасту сегодня как никогда важно проявлять бдительность и досконально изучать всю доступную информацию, прежде чем думать о каких-либо вложениях. А на сегодня все. Каждый день мы собираем главные новости в одном месте, чтобы ты был в курсе подписывайся, айтюбер.